Идея в том, чтобы примерно за 4 лекции рассказать какое-то введение в кластерные алгебры и всякие сопутствующие задачи, которые возникают. Я попробую начать с мотивировок, потому что я вижу, что какие-то люди уже это слышали, я очень извиняюсь. Если я повторю, то, что слышали, а какие-то люди не слышали. И, значит, я попытаюсь написать какие-то еще упражнения, я первый набор упражнений послал, я не знаю, вы получили e-mail, да? Получили. Наверное, как-то будет организован разбор решений этих простых задач. Хорошо, тогда я поделюсь экраном. Видно, да? Хорошо, значит, сегодня я хотел бы рассказать про несколько мотивировок понятия кластерной алгебры. И, значит, кластерные алгебры были введены Каменным и Зельвинским, в основном Андреем Зельвинским. С точки зрения теории представлений, они решают к этому. Есть некоторое понятие экономического базиса, значит, описание экономических базисов – это сложные задачи. И Андрей Зельвинский попытался формализовать, построить такой игрушечный модельный пример, которым можно было бы вычислить так называемый двойственный экономический базис. Ну, во-первых, оказалось, что эта попытка только частично удачна, а во-вторых, значит, оказалось, что конструкция, которую он придумал, также полезна для решения других задач. И, значит, эти задачи – описание вполне положительных матриц. Второе – вычисление топологии. Пересечение двух открытых вещественных клеток Шюдорта. Постранство полных плагов. Ну и третья такая комбинаторная задача. Доказательство целочисленности последовательности СОМОСа И, как бы, есть еще, потом оказалось, что есть еще миллион задач математики, с которыми связаны кластерные алгебры, там, со скобками Пуассона, с Пуассоновой геометрией и так далее, и так далее. Это мы немножко потом расскажем, но вот сегодня, может быть, несколько, некоторое время, на следующей неделе я хотел бы объяснить вот такие простые задачи, в которых возникает, естественно, возникает понятие кластерных алгебры. И еще у меня запрос такой стандартный. Если есть вопросы, вы прямо спрашивайте, пожалуйста. Миш, а логарифтическая выпуклость – это пластерное явление или нет? А это я даже не понял, чего ты спросил. Лог конкретный. Нет, я перевести умею. В каком смысле? Часто встречаются многочлены, последовательность коэффициентов которых логарифмически выпукло. Это… Да. Я не думаю, что это кластерное явление. То есть я… Ну, мы увидим. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение. Ну, хорошо. Давайте мы начнем с полной положительности. Определение. Весчастная Матрица… Это не положительно. Если все ее миноры… Безумное определение было введено Гандмахером и Кривеном, значит, для описания следующей задачи. Такой… Механической задачи. Пусть есть… А можно спросить? Ага. Если матрица вполне положительна, матрица ее миноров тоже вполне положительна? В смысле мы… А как построить матрица миноров? Ну… Ну, такой… Ну, я не помню, как комбинаторно это сказать. Ну, вот… Если есть матрица, то есть преобразование векторного пространства. Возьмем катую внешнюю степень внешнего векторного пространства. Это преобразование индуцирует преобразование там. Это будет матрица, состоящая из миноров исходной матрицы. Понятно, да. Из миноров катого порядка, да? Да, из миноров катого порядка только, да. А… Ну-ка, любое. А… Честно, я не знаю. Это тебе домашнее задание, можно ли? Хорошо, да. Это хорошее домашнее задание, да. Спасибо. Чему равны определители, составленные из миноров? Типа Вронского, я не знаю. Ну, в общем, вполне возможно, что на этот вопрос можно задать, дать вполне короткий ответ. Ну, либо да, либо нет. Ну, да. Не, не знаю. Ну, это хорошее домашнее задание. Значит, ну, вот задача Гадмахера и Крейна была такая. Они рассмотрели грузики на пружинках, такой набор грузиков соединенных пружинок. Грузики МАС, там, М1М и так далее, МС. И положение этого грузика – это Y1, Y2 и так далее, YС. И тогда, если мы описываем колебания в такой системе, да, это прикреплено к стенке, то эти колебания можно написать в такой форме, что Y и T от T – это минус сумма по G, это K и G, T, M, G, T на вторую производную. И вот эта вот матрица, которая я стер, значит, у нее оказываются такие свойства. Они назвали, что это матрица осцилляторная, что означает, что все миноры не отрицательны, и некоторая степень K вполне положительная. Ну и как-то с этого определения началось изучение этих вполне положительных матриц. У них много всяких замечательных свойств. И сейчас теория важна для науки про эти амплитохидроны, амплитоайдры. А множество всех вполне положительных матриц, оно обладает топологией? Это какой-нибудь стягиваемый кусок или там у него много компонентов? Это как это устроено? Оно стягиваемое. Это такое очень… оно как шар идет. Но оно в таком наивном смысле не является выпуклым? Там линейная оболочка? Оно как раз может быть являться вот лок выпуклым с границы. Вот то, что Сережа спрашивает. Но оно не выпуклое в обычном смысле. А почему они ввели… Простите, это плохо слышно. Можно повторить? Значит ли что-нибудь с точки зрения механики, что матрица осцилляторная такая? Ну, например, это означает такое, ну, замечание. Что все собственные значения осцилляторной матрицы положительные и таких не бывает кратных собственных значений. И житый собственный вектор… Да, все собственные вектора вещественные, соответственно… И житый собственный вектор имеет в точности… Жи минус один перемен знаков в координатах. Ну, перемены знаков, понятно, когда отрицательное число меняется на положительное. Но это некоторые все-таки механические свойства. Вы знаете, что у вас все собственные моды различны, что нет кратных собственных значений. Таких колебаний. Прошу прощения, у меня сразу два вопроса. Давай. Почему важна матрица К, а не К умножить на М? Не знаю. Казалось бы, траектории движения определяются комбинацией К и М. Хорошо. Ну, видимо, это просто масса отделили от жесткости пружинок. Нет, это запись понятная. Но почему условия накладываем на К, а не на К умноженное на М? Разве они эквивалентны эти условия на К и на КМ? Вот, я хотел спросить, может, эквивалентно, да? Думаю, что это не важно. Думаю, что эквивалентно. А, ну хорошо, нет. Да, конечно, да, виноват. Но если К осцилляторный, то КМ тоже осцилляторный. Это просто диагональная матрица положительная. Понятно. А свойство положительности сохраняется при таком домножении? Да, когда ты умножаешь на положительную диагональную матрицу, то свойство... Есть такая формула Якоби-Труди, если я правильно помню. Как любят себя определители произведения матрицы. Ага. И так, поэтому если оба положительные... Определители произведения равны сумме произведений определителей. А если определители положительные, то и произведение всех... О cheerio. А второй вопрос. Вот там условие, что степень вполне положительная, да? Какая-то степень? это вызывает такое мысль что если матрица вот не до конца положительная как там написано миноры больше либо равны нулю не отрицательные то есть возведение в степень помогает есть положительно это можно интуитивно понять ну да можно как бы на самом деле мы в общем то дальше мы как раз будем изучать такие матрицы которые не совсем вполне положить на кресло со всякими ограничениями например верхний треугольник вполне положить ну если ты умножаешь как бы картинка выглядит так что мы можем начинать с таких ограниченных вполне не отрицательных матриц они образуют не совсем полномерное семейство но с помощью их произведений ты получишь такой настоящий ну хорошо а тот факт что видимо тоже возникает мысль что есть матрица вполне положительно то ее любая степень тоже вполне положить на это легко любое произведение полноположительная матрица полноположительная хорошо спасибо в этом смысле ответ на первый вопрос из этого же следовал почему ну потому что диагональная матрица с положительными на диагонали я думал твой первый вопрос это про про внешнюю степень а нет я сказал не на первое на предыдущий ну что нет разницы между к и к м то что я им тоже вполне положительная спасибо все хорошо значит тогда следующий вопрос который там заволновало сообщество это такой если дана вещественная матрица то можно ли сказать она вполне положительный или описать критерий вполне положительный ну конечно вопрос такой с точки зрения теоретические математики идиотские если у вас елена и матрица то ясно что у вас есть конечное число условий можно просто взять все определители посмотреть положительное или отрицательное получится ну получим ответ но естественно все понимают что число определителей растет экспоненциально значит вопрос можно ли найти какое-то меньшее число условий чем проверять все минуты например давайте восьмом два на два матрица а б ц значит и и заметим такую вещь что а да определитель а это а д минус б ц вот из этого например следует что у нас есть такое соотношение а д равняется определитель а плюс б ц ну из этого следует например что если мы знаем что а а определителя б и ц положить то и д тоже должно быть положить а кто-то написал чего-то ну да джон конечно частный случай да ну да значит и вывод какой что как бы всего здесь пять определителей пять миноров принципе нам надо проверить пять условий но достаточно проверить четыре условия непонятно что меньше чем четыре условия проверять нельзя потому что у нас четыре параметра на четыре условия достаточно и этот пример можно обобщить а более на на больший размер значит если у нас есть иная матрица рассмотрим все определители которые такие сплошные миноры которые прилегают в последнем столбцу или последней строке ну понятно что таких миноров всего н квадрат штук н квадрат или порядка нет ровно н квадрат потому что каждый определяется в верхнем левом углу а это в смысле и те и другие это не два случая это те и другие это миноры какого-то фиксированного размера рассматриваются нет 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 всех размеров всех размеров всех размеров да мы берем вершину и как бы от этой вершины мы проводим ну да квадратик получается однозначно в какой-то момент она упрется она либо упрется в крайний столбец либо в крайнюю либо в последнюю строку ну и тогда соответствующий минор мы берем сбивает с толку что края у твоей матрицы полукруглые только правый край полукруглый а правый правый да однако вы пурист батенька да к последнему столбцу между либо над запятой либо либо всего м квадрат или нет ну и утверждение если все f и житые положительно то матрица тоже вполне положительно в принципе это утверждение это следствие тождество и тождество тождество для для 3 на 3 матрицы нижний индекс это соответствующие строчки которые взяты а верхний индекс это соответствующие столбцы и тождество 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 тождество 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ну почти что и получилось там повторяющихся значит одного не хватает ну неважно еще обещают минер подряд да наверху 2 изнутри нужно где-то заменить домашнее задание да 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 вот но но оказывается есть другие наборы другие наборы не могут которые достаточно проверить а чего вы говорите уточняю другие наборы которые достаточно проверить для а 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 например значит в этом можно взять такой набор дельта например дельта 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 ну вот это другой набор потому что вот этого например раньше не входило у нас не могло быть пропуску в строках вот а есть такой например есть f3 который очень похожий но отличается в единственном месте извините а что значит два или три индекса внизу или вверху вы сказали что нижний индекс это номер строчки верхний столбец это номера строчек и номера столбцов которые из которых составлен минор ну например вот давайте дельта 1 3 2 3 это вот это такой минор значит дельта 1 3 2 3 это надо взять вторую и третью столбец и первую и третью строчку то есть это элементы вот эти 2 на 2 понятно да минор вот так ну 0 немного не но я не понял ну да окей у нас wave ну и что если могу функция там сомун модулей надо проверить точно ну можно да нет ну сейчас Саша спрашивает, говорит, что ему не очевидно, что меньше, чем n квадрат нельзя, что подсчет параметров не убеждает. Подсчет количества параметров не убеждает. Да, это... Потому что есть всякие функции, типа x1 в квадрате плюс x2 в квадрате. Я согласен, да. Подсчет параметров не убеждает, но... В общем, ездит. Но и не разочаровывает. Я согласен, да. Ну, давайте мы пример чуть попозже посмотрим, как это выглядит, и мы увидим, что граница области... Я сейчас могу сказать, что как бы от каждого параметра зависит линейно. То есть, если там какое-то число... Нет, почему нет? Что значит линейно? Ну, миной. Зависит что? Там же нет функций, там же есть много разных функций. Нет, правильно. Каждая зависит от линейно. Там потом еще будет Миша объяснять, что она зависит как логарифмический многочлен. Мы же выбрали какие-то наборы, через них мы хотим выражать остальные наборы. Нет, утверждение будет такое, что если мы возьмем другие какие-то миноры, любой другой минор выражается от этих как полином с положительными коэффициентами. Поэтому в некотором смысле нельзя обойтись меньше, чем столько функций. Ну, как бы ясно, что у вас миноры зависят... Если мы что-то такое пытаемся найти, какие-то базовые функции, от которых все другие миноры выражаются полиномиами, то так как у вас всего N квадрат переменных, то ясно, что у этих базовых функций тоже должно быть N квадрат. Не меньше, по крайней мере, чем N квадрат. Нет, я согласен, это очень... Не то, что это прямо... Ну, как бы... Это скорее такое моральное утверждение. Но оно, честно говоря, не очень важно для меня, поэтому я хотел показать, собственно, другой пример. Вот, значит, давайте я допишу это F3, который, значит, F1, 3, 3, 1, дельта 1, 2, 2, 3, дельта 2, 3, 1, 2, дельта 1, 2, 3, 1, 2, 3. Значит, и что мы видим здесь? То, что предыдущее множество отличается от этого только в одном месте. Вот у нас вот этот минор, 2, 3, 2, 3, заменен на вот этот. 1, 3, 1, 3. А все остальные функции такие же. Ф2, Ф3, там по 8 элементов. А? Ф2, Ф3, там по 8 элементов. Это опечатка, да? Ну, да, да. По 8 элементов Ф2, Ф3. Ф2, Ф3. Ф2, Ф3, говорят, что там по 8 элементов написано. 5, 6. Да, что-то я пропустил сейчас. 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3. 1, 3, 2, 3. Да, и, кстати, ну, на счет подожжения, вот в первом примере видно, что там как-то цена. 2, 2, 3. И здесь тоже быть, тоже должна быть, 3, 2, 2, 3. Это можно есть, так вот. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. А, это написано, а, это написано. А, оно тоже написано. А, это же у нас же, у нас же, это самое, это очень хорошее упражнение для слушателей, домашнее задание восстановить, а то как-то у нас в новом задействовалось. В общем, два набора, которые отличаются только одним элементом. Да, два набора, которые отличаются только одним элементом, и эти два элемента связаны с таким соотношением Льюиса и Керролова. В этом случае выглядит так, что 1, 3, 1, 3 умножить на дельта 2, 3, 2, 3 сравняется дельта 1, 3, 2, 3 умножить на дельта 2, 3, 1, 3 плюс дельта 3, 3, умножить на дельта 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот. И, исходя из этого соотношения, мы видим, например, что, ну, во-первых, что если первый манур, набор положительный, то второй набор тоже положительный. Если мы знаем, что 2, 3, 2, 3 положительный, и правая часть положительный, то и 1, 3, 1, 3 тоже положительный. А почему правая часть положительный, что-то упустил, видимо. Ну, правая часть, потому что все вот эти элементы входят в набор. А, я понял, да, да, понятно. Это оставшиеся, да, понятно. То есть ты хочешь сказать, что это кластерное преобразование какое-то? Именно так, да. Я хочу вам сказать, что это ровно пример кластерного преобразования. Вот общая конструкция, которую мы здесь можем понаблюдать, такая. Миша, Миша, а можно я по-другому еще на это посмотрю? Без всякого условия положительности. Вот рассмотрим пространство матриц. Это m квадрат, мерное многообразие, у него даже векторное пространство. Давай в нем будем вводить разные карты, разные системы координат. Вот набор из m квадрат миноров будем считать картой, если они, соответственно, в открытой части линейно-независимы. Тогда ты утверждаешь, что имеется некоторый набор, некоторое семейство наборов из m квадрат карт, которые обладают таким свойством, что переход, что любой минор, любой минор записывается в этой системе координат как лорановский многочлен с положительными кеффициентами. Да, именно так, да. Именно так, да, что как бы идея ровно, в том, что мы знаем, что все есть многообразие, на нем есть всякие разные карты, все карты равны друг с другом, но вообще некоторые карты ровнее. Вот мы хотим выбрать такой очень специальный набор карт. Специальный, может значить разную вещь, но у нас здесь это значит, что этот набор карт уважает свойство положительности. интернет пропал. Слышно, да? Нет, тебя нормально, хорошо слышно. Хорошо, значит, то, что мы здесь пронаблюдали, это такая картинка, что у нас есть некоторые наборы, вот ровно как Максим говорит, значит, есть некоторый набор карт, и... карт, я извиняюсь, некоторые наборы функций, которые определяют положительность, как бы набор 1, набор 2. А сколько их наборов? Наверное, мы думаем, два, да? А сколько таких будет примерно? Это хороший вопрос. Я пока не хочу на это отвечать. Вообще, как бы, правильный ответ на этот вопрос такой, что до появления Зелинского считалось, что для этих наборов конечное число. А, собственно, гениальность Фоминая и Зелинского заключается в том, что они придумали, что этих наборов бесконечное количество. И не во все из них входят миноры, да? Нет. Да. Наборов, которые состоят из миноров, конечно, конечное число. Но они придумали, как такую общую аксиоматику, как эти наборы размножать, если мы выходим за пределы миноров. И в этом, собственно, состоит вот аксиоматика кластерной алгебры. Значит, теперь эти наборы, кроме того, определяют некоторую дополнительную комбинаторную структуру. Мы скажем, что два набора соседние, то есть мы их можем соединить ребром, если один набор отличается от другого набора только в одном месте. Это в смысле в одной позиции? В одной позиции, да. Только одной функции. И причем ну, как бы на каждом таком ребре, который соединяет эти два набора, мы можем написать соответствующее соотношение. Да, как одну функцию поменять на другую. И это соотношение имеет такой вид, что произведение этих двух функций, которые меняются, это какая-то сумма каких-то двух манометров из оставшихся в опыте. М-штрит – это не производная, это значит вот это старая функция, это новая функция, а это маномы от функции одинаково в обеих наборах. В обоих наборах. А что мы считаем разными наборами? Например, мы можем функцию умножить на число, это же тот же самый набор будет, или как? Нет, ну вот смотрите, как здесь, мы берем фунт, вот мы берем этот набор F2. Да, вот F2. Да, но здесь это минора, мы сейчас, кажется, начали говорить про какие-то не обязательно миноры. Я пока, да, я пока говорю то, что наблюдается вот ровно вот в этой конструкции. А, хорошо, пока мы не говорим про производитель. Набор минор, значит, мы видим, что среди этих наборов миноров, которые определяют, есть такие соседние. вот и тождество Льюиса Керролла показывает эквивалентность, что положительность в одном наборе эквивалентна положительности в другом наборе. Если вы знаете, что вот эти вот миноры положительные, из этого следует, что вот этот минор тоже положительный. Наоборот, если вы знаете, что вот эти положительные, то из этого следует, что вот этот тоже положительный. Понятно, да? Да, спасибо. А вот в этом примере конечное число наборов? Ну, если мы берем набор миноров, то ясно, что у вас наборов миноров может быть только конечное число значит но дальше если вы спрашиваете конечно или кластерная алгебра связаны с конечное или число все один фи 2 фи это количество вот этих для 3 на 3 до 3 на 3 вообще конечное число но так как мы еще не обсуждали что такое общая аксиоматика то я не сказала конечно конечно число ну давайте теперь попытаемся осознать какую-то чуть более общую теорию почему из ну откуда можно понять такое утверждение что если вы берете какой-то конечный набор миноров почему из этого будет следовать что какая-то матрица положить давайте для начала во первых рассмотрим будем рассматривать только верхние треугольные матрицы ну и определение такой же давайте мы я буду неправильно говорить что верхние ну ясно что не все миноры верхней треугольной матрицы вполне положительные но я буду говорить что верхней треугольной матрицы вполне положительной если вы берете минор который может быть отрицательным а у нас все-таки минора положить теперь пусть дубль в это просто группа вели группу перестановок и дубль в 0 это такая максимальная перестану максимальный элемент зафиксируем какое-нибудь приведенное разложение мы это какой-то 7 и 1 произведение простых транспозиций это простая транспозиция транспозиция сейчас это означает что и житый обменивается с и житый плюс 1 ну с это там то ли c из n по 2 то ли c из n минус 1 по 2 ну как число кокстер как это называют число кокстер нет это по-моему число кокстер это ну хорошо в общем а для n 3 я сравню это это я знаю вот значит ну как раз 1 2 3 и 2 1 вы можете получить как сигма 1 сигма 2 сигма с сигма 1 сигма 2 сигма 1 и значит обозначим такой толстый и это слово и 1 и 2 как далее и Вот. А теперь мы рассмотрим факторизацию. Верхний треугольный. Патентный. Матрицы, N на N матрицы, произведение простейших. Элементарных матриц. Который мы назовем P от T житого. Который выглядит так. Значит, это матрица N на N. На диагонали стоят единички. В строке EGT и в столбце EG плюс 1. То есть в одном месте на диагонали у вас стоит вот эта вот T житая. Ну, пример. То есть если X это такая матрица, 1, 1, 1, 0, 0, 0, X, 1, 2, X, 1, 3, X, 2, 3. Мы хотим это представить как произведение. И мы зафиксировали слово, ну, то, которое я раньше писал. 1, 1, значит, W, 0. Это 1, 2, 3, 3, 2, 1. Мы зафиксировали предъявленное предложение 7, 1, 7, 2, 7, 1. Мы хотим представить это как произведение такого будет. 3, 1, 7, 2, 3, 1. Понятно, да? Понятно. Первое замечание. Если T1, T2, T3 положительны, тогда X тоже вполне положительны. Ну, это следует из того же Jacobi-Truz. Аминь. Вот. Давайте мы распишем это произведение. Т1 плюс Т3, Т1, Т2, Т2. Ну, например, видно, что если все Т и Т положительны, то все элементы, по крайней мере, в матрице Х положительны. Да, там, единственный нетривиальный 2 на 2 минор, это, так, дельта 1, 2, 2, 3, и давайте его вычислить, то есть вот этот вот минор. Давайте его вычислим, он, как это, Т1 плюс Т3, Т2 минус Т1, Т2. Мы видим, что происходит некоторое чудо, эта вещь равняется Т2, Т3. Это монумиально в Ти. Поэтому, значит, он тоже будет положительным. На самом деле, это утверждение, что Х положительное, оно еще видно вот из такой конструкции. Диаграмма псевдолин. Ну, если у нас есть разложение, как произведение, приведенное разложение, то тогда мы можем нарисовать такую диаграмму псевдолин. Значит, пишем Сигма-1, Сигма-2, Сигма-1. Номируем 1, 2, 3. И Сигма-1 означает, что у вас пересекаются нитки 1 и 2. Сигма-2 пересекаются нитки 2 и 3. Сигма-1 опять пересекаются нитки 1 и 2. И по такой диаграмме мы можем построить следующую вещь. Давайте мы каждое пересечение заменим на наклонную стрелочку. На наклонной стрелочке напишем, значит... Оставим здесь 1, 2, 3. 1, 2, 3. На наклонной стрелочке напишем переменные. Т1, Т2 и Т3. И я хочу сказать, что матрицу X... И это же элемент матрицы X вот в этой картинке можно интерпретировать таким способом. Вес ребра... Это равняется ТИТ, если он написан на ребре. Если ТИТ написано на ребре. И единица... Если нет... Если ничего не написано. Теперь определим вес пути. Это произведение... Произведение весов ребер по всем ребрам, входящим в путь. И я хочу теперь сказать, что определим граничные измерения. Между... Левым источником... И правым стоком... ЖИНСКИ ЯМИ ЖИТЕ Как сумму по всем... Ориентированным путям. Произведение... Ну... Вес пути. В этой картинке, которая здесь нарисована, надо все пути ориентировать, все стрелки ориентировать слева направо. Тогда то, что я сказал, это определение имеет смысл. Да. На всякий случай. Значит ты... Вот у тебя есть картинка со стрелками и рядом картинка с транспозициями. Да. Ты картинку с транспозициями рисовал справа налево. Она получилась симметрична, поэтому по ней трудно что-нибудь определить. Но... Если бы у тебя была там последовательность Сигма-1, Сигма-2, Сигма-1, Сигма-3... То... Нет, давайте читать это слева направо. Слева направо. Да, слева направо. Значит, вот эти цифры, которые здесь стоят, 1, 2, 3, 1, 2, 3, это просто уровень. Угу. Угу. Я... Значит, я реализовал как... Эта картинка, мы ее сейчас забудем, она нужна только для того, чтобы нарисовать вот эту картинку. Мы по диаграмме псевдолинии, мы рисуем вот эту вот картинку с наклонными ребрами. А как мы ориентируем ребра? Слева направо. Слева направо. Все ребра наклонные? Наклонные, да. Есть направление слева направо. Угу. Давайте я напишу здесь, что ребра ориентированы. Слева направо. Ну, например. Сейчас давайте, чтобы не переходить на следующую страницу. Значит, что здесь? М1, 1, это у нас единица. М1, 2, это у нас будет T1 плюс T3. Потому что у вас есть два пути, соединяющие 1 и 2, да. Это вот этот путь и вот этот путь. А больше никаких путей, соединяющих 1 и 2, нет. Да. И если мы выберем вот этот путь, то произведение весов ребер вдоль этого пути, это единица на T1 на единицу на единицу на единицу. То есть T1 получается. А если мы выберем вот этот путь, то вес пути это T3. Давайте посмотрим M1, 3. M1, 3 есть единственный путь, который соединяет единицу с тройкой. Это вот это. Да, и весов по пути T1, T2. Ну, теперь давайте посмотрим на вот эти значения. Значит, M1, 1 это единица, M1, 2 это T1 плюс T3. Сравним их с результатом вот этой космоса. Видим, что M1, 2 это T1 плюс T3, M1, 3 это T1, T2. В точности... М2, 3 еще посчитать. А? М2, 3 еще посчитать не могу. Простите, очень плохо слышно. М2, 3 надо. М2, 3 посчитать. А, М2, 3. Ну, это... Я в духе Максима хотел оставить это как домашнее задание, но могу. М2, 3 это T2. Виноват. Виноват. 5-секундный перерыв. Ну и мы видим, что матрица X, которая получалась как произведение этих элементарных матриц, это просто совпадает с матрицей M граничных измерений. Ну и честно говоря, ничего удивительного в этом нету, ровно потому что, как построено, давайте посмотрим на эту, давайте уж научно называть вот это сетью. Сеть это просто такой направленный граф в диске, где на ребрах стоят какие-то веса. И вот эта вот сеть конкретная, которую мы здесь получили, она составлена из матриц такого сорта, из кусочков такого сорта. У вас есть горизонтальные такие стрелки, и в одном месте есть наклонная стрелка. Так что сказать, что если мы напишем соответствующую матрицу ограниченных измерений, в точности элементарная матрица какая-то держит Т. Приводит к произведению матриц, это какая-то ЕЖ1 от Т1 умножить на ЕЖ2 от Т2. Поэтому, как бы, ничего удивительного в том, что мы получили, вот эта картинка, это просто некоторая графическая запись приведенного разложения, как факторизация, основанная на приведенном разложении. Значит, ну и теперь я хочу сказать, что из этой картинки следует факт, что если все ТИТы положительны, то любой минор матрицы граничных измерений будет положительным. По крайней мере, не отрицает. Это следует из... Это следствие такой замечательной леммы Ленгстрём. Значит, что такое лемма Ленгстрём? Пусть у вас есть какая-то такая сеть в диске. Вот, предположим, здесь какие-то выходящие ребра, здесь какие-то... входящие ребра, ну и там чего-то такое, что-то здесь внутри происходит, неважно, что, какие-то направленные... Планарный граф. Планарный граф. Важно, что вот эта сеть – это планарный граф. Планарный граф с высами на ребрах. И разделёнными входами его. Планарный или плоский? Плоский, виноват. В смысле, он вложен уже. Празь за между планарным и плоским. Планарный – это тот, который в принципе можно вложить, а плоский – это тот, который вложен уже. А скажи, пожалуйста, слово «сеть» означает, что вот есть сквозные нити такие, что ли? Это просто, что это граф, у которого ребра снаджены висами. Это постников придумали. Понятно. А как граф, как плоский граф всё равно какой-то, да, любой? Да, любой. Ну, ориентированный. Ну да. Вот. И, значит, разделённые – это значит, что есть какая-то такая диагональ, что все входы с одной стороны, а все выходы с другой стороны. Значит, и теперь мы выберем какой-то набор входов E1, это Т и ИК. И набор выходов G1, GK в таком же количестве. И рассмотрим минор. Я буду его обозначать дельтой И1ИК, Ж1ЖК. Вот матрицы граничных измерений, которые мы построили. Это матрицы граничных измерений. Сейчас, я всегда забываю, минор это уже значит определитель или это просто под матрицей? Значит. Значит, я хочу сказать, что минор это будет просто сумма по наборам непересекающихся потоков. Из И1ИК в З1ЖК вес поток. Сейчас, значит, в этом определении непонятно, что такое поток. Давайте я расскажу, что такое поток. Поток – это набор таких… Ну, пусть у нас путь И1ИК упорядочен с одной стороны, и Ж1ЖК упорядочен с другой стороны, в ту же сторону. Значит, поток – это набор ориентированных путей из И1Ж1, там И2ВЖ2, там и так далее, ИКВЖК. Так что эти пути не пересекаются. А вес потока – это произведение весов всех ребер, ну, входящих в поток. Ну, и из этого, наверное, наследует В1Ж2. Там должны быть все пути, да, из всех, и для всех индексов. Вы фиксируете И1Ж1, то есть у вас слева фиксированы начало пути, а справа фиксированы концы пути. Абсолютно. Значит, и вы берете все наборы непересекающих с пути И1Ж1. Ну, конечно, если вы будете считать честным по определению матрицу граничных измерений, то у вас возникнут вклады от пересекающихся путей. Но утверждение в том, что эти вклады обязательно сократятся. Там будут вклады с плюсами, будут вклады с минусами. У вас, в принципе, когда вы определительно расписываете, есть отрицательные члены. Но все они сократятся обязательно. То, что останется, только положительный вклад от непересекающихся путей. Пересечением считается просто хотя бы одна общая точка? Да, отречение – это хотя бы одна общая точка. А потоки – это неориентированные, да? Нет, здесь все ориентированное. Ну, просто у вас, вот, например, средний возьмем. Он сначала идет вправо, а потом против направления. Ну, это я так… Это… Просто рисунок в стиле эмпессионизма. Да-да, это надо понимать так. Творчественно. Максим всегда умеет сказать правильное слово. На первой мне поводок похоже. А последнее вообще не получилось. Ну, вот так вот. Ну, и вот это вот хорошее домашнее задание. Доказатель ему линстрем. Я написал это в задачах, которые… Сейчас, прости, я все-таки, наверное, не понял. Что значит сумма по наборам непересекающихся потоков? Давайте пример. Сумма по потокам или по наборам? А, да-да-да, сумма по потокам, да, конечно. Каждый поток по наборам. Каждый поток по наборам. Да-да, конечно, да. Сумма непересекающихся потоков. Ты уже в определении потока сказал, что они непересекающихся потоков. Нет, нет, сейчас. Сам поток состоит из непересекающихся путей, а на потоке уже никаких условий. Или нет? Я неправильно понимаю. Ну, мне кажется, да. Давайте так. Сумма по потокам. Здесь I1 и К. Вот, понятно. Поток – это набор непересекающихся потоков. А скажите, сколько времени у меня есть еще? А сколько тебе надо еще? Ну, значит, есть… Это некоторый такой естественный конец, но я, честно говоря, хотел еще нечто там сказать дальше. Зависит от того, сколько времени. Ну, сколько дальше? Ну, 20, наверное. Самое… Больше мне кажется, что 20 нормально. 20 нормально. Да. Миша, а как в эту картинку могут укладываться числа Гурвеца? Если учесть, то число Гурвеца – это число разложений перестановки в произведениях транспозиции. То есть, числа Гурвеца не знаю, а как-то вот тропические числа Гурвеца кажется, что… Да, это… Мне кажется, что тропические числа Гурвеца – это какое-то… Можно их переформулировать в качестве какого-то подсчета потоков таких. Какая-то Максим Дарвича рассказывал, что Гурвеца можно конкретировать там. Ну, я… Это Джонсон объяснялся, какой тропический подсчет. Там числа Гурвеца однокровенные, только подсчет тропический. Ну, да, да, да. Ну, тропические числа… Ну, на самом деле, они придумали и такую тропическую версию числа Гурвеца. Это некоторое утверждение в том, что тропические числа Гурвеца считают настоящее число Гурвеца. Ну, да, об этом и речь. Ну, вот только вы можете даже там не имеете в виду плоских градусов, да? А, простите, можно транслировать? Просто если сзади, то я… Ну, просто, ну, вспоминая про эти тропические числа Гурвеца, там были не плоские… Там тоже, конечно, есть граф, но не плоские. Там не плоские, да. Ну, хорошо. Значит… Ну, что мы теперь, значит, что мы пронаблюдали? Значит, мы пронаблюдали такую вещь, что вот если… В частности, мы ответили не совсем так, как хотели, но мы ответили на… Мы придумали большое количество параметров, которые мы знаем, что если они положительные, то соответствующая матрица положительная. Значит, как эти параметры искать? Надо взять приведенное разложение. Поэтому приведенное разложение мы строим произведение такое. В этом произведении есть параметры. Если мы все эти параметры T и T положительные, то и соответствующая матрица тоже будет положительная. Теперь, если мы T и T как бы выразим через матрицу, мы получим функции, утверждение, что T и T можно выражаться рационально через матричный элемент. Значит, мы получим какие-то функции на матрицах, так что если они положительные, то и соответствующая матрица тоже будет положительная. Вот я хочу теперь объяснить эту технологию в больших деталях. Во-первых, такое наблюдение. Наша конструкция существует для любого заданного приведенного разложения W0. Ну, известно, что существует много приведенных разложений W0 и определения. Два приведенных разложения W0 связаны движением Янга Бакстера. Ну, если одно получается из другого, как ABA равняется БА, и таким, как соотношение в группе КОС. Значит, если у вас есть что-то такое, там, Sigma E1, Sigma EK, Sigma EK плюс 1, Sigma EK, дальше что-то такое. И это, значит, можно заменить на Sigma EK плюс 1, Sigma EK плюс 1. Нет, там, Миш, плюс 1 выше. Ну, да, да. Ну, да, да. Ну, да. Ну, и вот то, что мы... Вопрос. Значит, известно, что два приведенных... Вообще, приведенные разложения записываются словами, которые мы описывали, да. И известно такое утверждение, что все приведенные разложения для W0 получаются друг из друга либо таким движением Янга Бакстера, которые здесь написаны, либо просто коммутационным соотношением, что Sigma EK, Sigma EK. То же самое, что Sigma EK и Sigma EK, если именно J больше, ну, расстояние между J и J больше, чем 2. Значит, да, и как бы это известно утверждение, что все приведенные разложения связаны такими двумя коммутационными соотношениями. Значит, ну, как выглядит вот это соотношение коммутации в нашей картинке? Это выглядит таким способом. Значит, предположим, что у вас есть где-то здесь наитом уровне какой-то параметр T1, а наитом уровне параметр T2. И эти уровни далеко друг от друга. Вы можете поменять порядок. Значит, T1 можно продвинуть вперед, а T2 можно продвинуть назад. Ну, ясно, что если они не задействованы друг, если они далеко друг от друга, то, собственно, матрица граничных измерений не поменяется от этого. Так? Я понятно говорю? Понятно. А если они на соседних уровнях, то вы можете сделать... И здесь стоит T1, T2, T3. То можно сделать такую замену. Это ямбастер. Который в этой картинке будет выглядеть так. Но при этом надо поменять веса. Чтобы матрица граничных измерений не поменялась, надо поменять веса как-то. Значит, этот весов описывается таким образом. Это называется движение люстры. Т1 штрих – это T2, T3, T2 штрих – это T1, T3, T3 штрих – это T1, T2, делить на T1 плюс T3. Ну, это симметрично. А, что, простите? Ну, у нас... Мы тебя... Ты у нас шевелишься, а формулы медленнее идут. Появляются, да. А, я вылетел, да, уже? Нет, нет, все хорошо. У меня написано, что... У меня написано, что я кончил передавать экран. Ну, мы видим картинку, но... Чуть-чуть это стоит. Нет, нет, нет. Сейчас... У нас один рамплой написано, а там T2, T3 еще не написано. Вон, теперь все пропало, наконец. Бордон. У меня отцепился этот прибор. Сейчас, одну секунду. Я хочу обратить внимание, что вот эти замены, они такие симметричные. То есть, если вы... Формулы, как бы, от перехода от T1, T2, T3 к T2 штрихам, и наоборот, выглядят очень симметрично. Ну, и еще легко заметить, что если T1, T2, T3, если все они положительны, то... То, что одни положительны, равносильны, потому что другие параметры положительны. Теперь, значит, кто-то спрашивал вопрос, сколько существует разных таких минорных представлений наборов миноров которые так что если минор и положительный то вы можете сказать что матрица положить давайте я скажу для верхней треугольной матрицы значит этот этот вопрос можно переформулировать так что это столько же сколько существует давайте называть 22 приведенных слова одинаковыми если одно получается из другого только с помощью набора коммутационных соотношений без движения янга бакстер и тогда можно изучить задачу сколько существует таких классов эквивалентности слов и ответ такой что число таких наборов миноров это в точности соответствует сколько разных классов эквивалентности слов приведенных разложения существует ответ известен для арен какая-то формула которая забыла по моему стены сосчитал или стены или саган сосчитал не так давно тут не так давно смысле там лицо назад или 30 кто-то сосчитал вот а в общем для общей группы ответ даже неизвестен для других простых групп ответ неизвестен для что выражение для т2 там должно стоять спасибо ну хорошо тогда значит можно изучить такой вопрос допустим задано какое-то приведенное разложение и соответствующий набор параметров возьмем другое приведенное разложение другое и другой набор параметров сейчас есть соответствующий набор параметров т1 тильда тс тильда вопрос как выразить т1 тильда тс тильда через т1 тс т1 т 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 Зачем этот вопрос нужен? Ровно этот вопрос оказывается связан с каноническими базисами люстика. Некоторые замены канонических базисов люстика описываются ровно такими выражениями. Я не буду в это вдаваться, но этот вопрос из теории представления. Значит, ну и Беринштейн, Фомин Зельвинский. Где-то в году 97-м, по-моему, в 98-м написали чудовищного размера текст страниц на 100 щерток, где, в частности, решают эту задачу. И они решают это грамотным способом. Они говорят, что мы не будем считать последовательные преобразования, а решим прямую и обратную задачу. Значит, что такое прямая задача? То есть, если у вас есть набор T1, TS и соответствующее приведенное слово, то мы построим матрицу M-граничных измерений. Это как раз очень просто, потому что мы знаем, как это сделать. Надо взять вот такое произведение соответствующих элементарных матриц, перемножить их и все сосчитать. Это, значит, каждое выражение получится какое-то полиномиальное выражение. Каждый элемент этой матрицы M получится какое-то полиномиальное выражение от Тиитов. Вот. А еще они решили обратную задачу. При условии, что приведенное слово фиксировано? Да, для каждого, для любого слова. Для любого слова, да. То есть, если задано слово и задана матрица, которая получается как таким произведением, то, значит, они знают, как восстановить определенное слово. Ну, я хотел, если, сейчас, если есть еще 5 минут, я просто в примере это объясню. И как это, как это, в принципе, работает, и на этом сегодня все. Хорошо? Ну, давайте вот этот пример, сигма-1, сигма-2, сигма-1, который мы рисовали, вернее, наоборот, сигма-2, сигма-1, сигма-2, у меня просто написано. Значит, равномерное слово, сигма-2, сигма-1, сигма-2. Значит, нарисуем соответствующее, приведенное разложение, извиняюсь, нарисуем соответствующие диаграммы псевдолинии и занумеруем эти нитки с правого конца, 1, 2, 3. И теперь в каждой области нарисуем два набора индексов. И, значит, И означает набор столбцов, а Ж означает, виноват. И означает набор строчек, а Ж означает набор столбцов. Значит, И просто будет очень просто строиться. Это, ну, как бы видно, что области, вот эти, они расположены на каком-то уровне. Например, вот эта область расположена на первом уровне, вот эта область на втором, это тоже на втором, это на третьем. И И будет строиться так, что вот это один, на втором уровне это 1, 2. А на третьем уровне это 1, 2, 3. А Ж будет строиться по-другому. Значит, Ж определяется так. Для каждой области мы смотрим, какие нитки проходят под этой областью. И из этих ниток, эти нитки составляют набор Ж. То есть, сейчас, я неправильно написал, вот эта вот единица, а вот здесь вот это будет 3. Ну, потому что здесь нитка 3 проходит под областью, а здесь нитка 1 проходит под областью. Здесь это будет 1, 2. Здесь это будет 1, 3. А здесь это будет 2, 3. Ну, а здесь это будет 1, 2, 3. Ну, и вы видите, что мощность И такая же, как мощный ИЖ всегда. Теперь определим твист определения. Твист матрицы X. Значит, Y – это твист. А, опять у меня. Опять прервалось. Мы тебя слышим, но картинка пропала. И изображение пропало. Изображение отлично. Что-то у вас там в Америке с интернетом плохо, прерывается все время. Демократы победили, теперь интернет. Ну, сейчас совсем немножко осталось. Твист матрицы X. Если X написать как 0 на Y, перетранспонированное, и взять плюс от этого. Значит, что это значит? W 0 – это матрица перестановки. Ну, Y транспонированное – понятно, что такое. А плюс – это значит разложение Гаусса. Разложение Гаусса. Как бы верхняя неимпатентная часть разложения Гаусса. Значит, утверждение… Ну, это легкое утверждение, что Y – это получается как рациональное… как называется, рациональное выражение от X-а. Y и J – это и рациональное выражение от X и J. Напомню, что такое-то такое не Гаусса. Что происходит? Напомню, что такое разложение Гаусса. А, если у вас есть матрица P, то вы можете представить ее как произведение нижней треугольной на диагональную на верхней треугольной. П плюс – это унипатентная верхняя треугольная часть в этой разложении Гаусса. И теперь я, наконец, хочу написать выражение для факторизационных парадок. Для ТИ. Значит, вот представьте, что у вас есть вот эта вот сеть, которая соответствует, не сеть, а соответствующей диаграмме псевдолинии. Значит, перекрестие – это… На перекрестии мы пишем вот этот параметр T. Давайте мы его увеличим. Значит, картинка выглядит так. И к нему подходят четыре области. Значит, M-top, M-right, M-leaf и M-water. Тогда T – это M-bottom на M-top, деленный на M-left и M-right. Значит, где соответствующий… Что такое M? Ну, это минор, M – это полость. Здесь написано соответствующее I-g под множество каких-то строчек и столбцов. Значит, это надо взять минор, дельта и I-g от соответствующей матрицы Y, которая – это лист матрицы X. Ну, и я хочу сказать, что из этого вот эти M-ы… В этом выражении есть числители и знаменатели. Все числители и знаменатели – это будут просто полиномы от элементов X, которые и… Что такое X – это? Пример. Нет, подожди, мы начинали… У нас была матрица измерений, а дальше из нее что нужно сделать? Вот X – это матрица измерений. Это матрица измерений. Это матрица измерений. Дальше из нее… Мы откроем из нее Y – это твист. Значит, в этом примере Y будет выглядеть вот так вот. Значит, 1X23 поделить на дельта, 1 на X13, 1 на X12 поделить на X13, 1. Где дельта – это просто определитель X12, X13, 1 на X23. Значит, я хочу сказать, что элементы Y получаются таким способом, что это какие-то просто полиномы от X-ов, деленные вот на такие миноры, которые так прилегают к верхнему правому углу. Вот на этот минор и вот на этот минор. Только они могут входить в знаменатели коэффициентов Y. Вот. А теперь от матрицы Y надо взять соответствующие определители, которые задаются вот этими наборами Y-жи. Ну, так как определители минор, надо взять от матрицы Y миноры, которые задаются Y-жи. Значит, как эти миноры выглядят? А, но миноры – это полиномы от вот этих элементов, правильно? Значит, поэтому в знаменателе каждого минора может быть только какой-то маном от X1-3 и вот от такого определителя. Два надолга, которые прилагаются, прилегают к правому верхнему углу. А квадрат-твист – это ответственное преобразование? Да, если квадрат-твист – это начальная матрица. Ну, все, я, пожалуй, не буду больше… Наверное, здесь пора закончить. Я не буду больше восстанавливать эту связь, раз она так на это вот. Записки прислали. Да, я пришлю e-mail сейчас с этими записками. Хорошо? Все, что мы сейчас послушали, это будет мотивировкой, да? Это пока еще… Это пока еще… Значит… Прямого кластерных преобразований не было еще там… Нет, это мотивировка есть, да? Да, это в этом примере просто показывают… Мы показали какой-то… Ну, какой-то такой естественный пример, где возникает преобразование типа кластерных. Понятно. Значит, у нас в этом примере было очень-очень много всяких рациональных замен, а потом мы будем это все аксиматизировать. Да. Да, мы, значит, в следующий раз уже все это проаксиматизируем. Значит, основное, что было в этом примере, это такое. Ну, во-первых, было вот это свойство вполне положительности, которое как-то довольно часто в этой кластерной науке возникло. Ну, важное свойство для кластерной науки. Второе, мы видели конкретный вид преобразования кластера, а третье, значит, мы видели вот эти вот конструкции сетей, которые тоже сыграют потом в дальнейшем. Это вот то, что надо понять из этого примера. А конкретные формулы преобразований, ну, там, видимо… Нет, я не могу сказать, что они не важны, как бы замены важны все-таки. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.